МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В бутылке в Мстиславле местный житель угнал авто. Похищенные деньги и вещи, обнаруженные сыщиками, возвращены владельцам. Сколько светит шумахеру под шофе? Будьте здоровы, в Беларуси вырастет размер больничного. Пособие будет назначаться, выплачиваться только по основному месту работы. Когда? А также стартовый тариф, натуральный продукт и детский кэжуал. Славянка приступила к пошиву новой школьной коллекции. Что в тренде? Социальные гарантии в Беларуси в три раза вырастет минимальный размер больничного. С 2024-го вступят в силу новые нормы, по которым ФСЗН выплачивает деньги по листкам временной нетрудоспособности. Тот, кто работал не менее 10 лет и все это время уплачивал взносы, будет получать 100% утраченных средств с первого дня бюллетеня. У кого стаж меньше 80. Пособие будет назначаться, выплачиваться только по основному месту работы. И, соответственно, расчетный период будет более длительный. Это 18 календарных месяцев, которые предшествуют кварталу, в котором наступил случай временной трудоспособности. Но при этом, какие здесь преимущества? В этих 18 месяцах ФСЗ учтет все выплаты по всем абсолютно местам работы в этих 547 календарных днях. Выплаты будут привязаны к минимальной зарплате. Сейчас это 554 рубля. Все работающие за первые 12 дней бюллетеня получают 80%. Затем уже расчет делают на 100. Подался соблазну. В Мстиславле мужчина угнал авто из двора многоэтажки. Пьяный парень ходил по улице и дергал за ручки припаркованный транспорт. Проник в пять. В салоне Volkswagen обнаружил почти 20 тысяч рублей, которые забрал себе. В бардачке Peugeot нашел ключ от замка зажигания и решил покататься. Но далеко уехать не смог. Не справился с управлением и съехал в Кювет, где француз опрокинулся. Угонщик выбрался из салона и, как ни в чем не бывало, направился домой. Похищенные деньги и вещи, обнаруженные сыщиками и возвращены владельцам. Фигуранту граждет лишение свободы на срок до 7 лет. Перевернутый автомобиль на окраине города, как сообщается, обнаружил местный житель. Он и вызвал милицию. Вторая пенсия – качественная молочка и спасенная жизни. В Беларуси насчитывается около 100 тысяч доноров. Сколько почетных? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси зафиксирована дефляция, то есть продолжается замедление роста индекса потребительских цен. В апреле было 4,7%, по итогам мая – 3,7%. Эксперты считают, основная причина снижения инфляции в стране – грамотное ценовое регулирование. Март отмечает, аналогичный процесс наблюдается и в Российской Федерации. С выше 16,5 тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Реализует программу страховая компания «Стравита». Новые клиенты отчисляют от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после выхода на заслуженный отдых. К 2025 в Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств. Сегодня их удельный вес в системе сельхозпроизводства страны – около 3%. Действует госпрограмма поддержки агробизнеса. Для стартапов предоставляется особый режим. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодья освобождаются от уплаты всех видов налогов. В стране насчитывается около 100 тысяч доноров. 65 тысяч из них – почетные, то есть они сдали свою кровь или ее компоненты от 20 до 80 раз. Ежегодное переливание позволяет спасти миллионы человеческих жизней. К слову, Минздрав определил порядок заготовки для самих себя. Например, если у человека редкая группа или предстоит серьезная операция. Школы Беларуси начинают прием документов в первые классы. Сделать это можно до 15 августа. Для тех, кто не проживает в микрорайоне учреждений образования, сроки другие – с 16 по 28. Родители должны предоставить заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье, при необходимости заключения Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они ждали этого дня 11 лет. В Беларуси прошли выпускные вечера. С детством попрощались свыше 53 тысяч учащихся. Ответственный момент – вручение аттестатов и сертификатов централизованного экзамена. Впереди не менее важный этап – поступление в ВУЗы. Об этом и не только Татьяна Горбач. 11 лет, как один миг. Александра Голуб на пороге взрослой жизни. Свой выпускной она запомнит навсегда. За плечами физико-математический класс, контрольные экзамены, первые друзья и влюбленности. Впереди поступление в технологический университет. Девушка мечтает стать программистом. Рядом, не сдерживая слез радости и гордости, самые близкие и родные. Школа для меня – это поистине то место, где ты находишь себе новых друзей, где ты пытаешься чему-то учиться, и у тебя получается. С тобой рядом постоянно твои педагоги. И они всегда тебя поддерживают. И вот эта вот теплота их, она чувствуется. И очень-очень хорошо. Мы долго растили наш цветочек, и в этот волнительный день, конечно, мы очень волнуемся, переживаем и желаем ей самого хорошего. От лица родителей мы бы хотели пожелать всем нашим выпускникам крепкого здоровья, успехов, побольше им терпения, удачи. И чтобы они все поступили туда, в те учебные заведения, куда они сами выбрали. Но мы будем их поддерживать и помогать им в этом. На лицах счастливые улыбки, в сердце трепет. Преодолен первый этап на пути под названием «Жизнь». Под звуки музыки выпускники гордо шагают по красной дорожке. Настоящее торжество юности и красоты, дружбы и верности, надежд и мечтаний. Праздник дорог родителям, которые на протяжении этих лет жили интересами своего ребенка. Вместе с ним волновались за оценки, переживали его победы и поражения. И были рядом. Кроме волнения ничего нет. Кажется, только вчера пошли в школу, а уже один из классов. Уже взрослые парни. Да, школе огромное спасибо. Она фактически сделала с них мужчин. Это школа, в которой есть сердце. Вот это настоящая школа, в которой семья. Которая не просто вот уроки, здесь действительно дом. И мы в этом доме провели пять потрясающих лет. Детки у нас просто суперхорошие. Школа просто, просто безграничные возможности дает. У нас столько медалистов, именно номинантов, всяких конкурсов, исследовательских работ. Город, область, республика. Просто все молодцы. Звучат поздравления и напутствие во взрослую жизнь. Благодарностям и грамотам не числа. И вот он, самый долгожданный и волнительный миг. Вручение аттестатов. Момент дорог и учителям. Ведь только они знают, как давались эти победы. И чем заканчивались неудачи. Каждая школа гордится своими выпускниками, которые решительно настроены реализовать мечты и стать достойным будущим своей страны. Это на самом деле мой первый выпуск. Я счастлива, что у меня есть такие прекрасные дети. Они искренние, они умеют поддержать. Мы с ними настоящая команда. Команда, которая ценит друг друга и принимает всех такими, каким мы есть. В областном театре драмы и комедии свой праздник отмечает третья гимназия. На сцену за аттестатами поднимаются 52 человека. В их числе 10 медалистов. Ребята-победители республиканских олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов. Учреждение образования на протяжении долгих лет славится высокой подготовкой. По итогам 2022-го признана лучшим в Могилевской области. Со школой расставаться грустно, но я очень хочу поступить Максима Танка. И попробовать на вкус эту взрослую жизнь. Поэтому я надеюсь, что в будущее пришли только радостные мне эмоции положительные. Я познакомлюсь с многими интересными людьми и все будет хорошо. Очень интересный и важный вечер в жизни каждого выпускника. И радостно, и грустно одновременно. Мне, наверное, более грустно, потому что все-таки это новый этап, переход во взрослую жизнь, когда ты понимаешь, что заканчивается эта юность, детство, и нужно переходить просто во взрослый этап, где ты сам, где ты самостоятельный. Кажется, только вчера они сидели за партами и учили уроки. А теперь в нарядных платьях и элегантных костюмах, немного растерянные, но счастливые, принимают поздравления. Сегодня они выпускники. Через несколько недель – будущие медики, учителя, инженеры. Многие одиннадцатиклассники с профессией уже определились. Как-никак, два централизованных экзамена позади. Мне очень хочется, чтобы выпускники нынешнего, 2023 года, достойно шли по этой дороге, выбрали свой профессиональный путь. Пусть эта дорога будет широкой, пусть она будет светлой, пусть она оправдает успехи и ожидания каждой семьи, белорусской семьи, каждой семьи в городе Бобруйске. Я испытываю чувство гордости за наших ребят. Мне хотелось бы, чтобы у них все сбылось, осуществилось и получилось, чтобы они не забывали и радовали нас своими достижениями и победами. Еще, конечно же, хотелось бы им пожелать большой удачи, потому что действительно у них есть все компетенции, которые необходимы в современном мире молодому человеку. В Бобруйске более 1150 учащихся отмечают выпускные. По всей стране свыше 53 тысяч юношей и девушек прощаются со школой. Впереди непростой, но увлекательный путь. Их ждет вступительная кампания, которая стартует 17 июля. Но перед тем, как нести документы в ВУЗ мечты, им предстоит централизованное тестирование. А пока последние мгновения детства, волшебный вечер и первый взрослый рассвет. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Элегантность и практичность. Славянка тем временем приступила к пошиву новой школьной коллекции. Акцент на капсульный гардероб. В составе натуральные ткани, хлопок, шерсть, вельвет. Допустимо небольшое количество синтетики. Ведь вещи не должны сильно мяться и быстро изнашиваться. Разнообразие впечатляет. От классических до кэжуал моделей. В тренде двубортные жакеты и широкие брюки. Цены на уровне прошлого года. Цветовая гамма разнообразная. Бордовые, черные, синие и серый цвет, разбавленные клеткой. Также шевроны подготовили, которые школа может заказать сама. И аксессуары. Галстуки, бабочки. Тоже разнообразные. К летнему сезону швейная фабрика подошла во всеоружии. Модельный ряд обновлен на 60%. В фирменном магазине представлены сарафаны, платья и блузки из вискозы, хлопка льна. Размерный ряд от 42 до 62. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. В эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова